Доброе утро, друзья! Вторник, 10 часов утра, 15 августа, канал Гоха Медиа, меня зовут Андрей Сиротин, я вас приветствую, начинаем нашу традиционную утреннюю болтовню. Так получилось, что вчера... Приветствую, я начинаю, начинаю. Интересно, а что за микрофон работает сейчас? Проверим, слышно, как из туалета, буквально. Момент, микрофон, микрофон, выберите правильный, пожалуйста. Вот отлично, всё. Теперь должен быть нормальный микрофон, саундчек. Микрофон, микрофон, выберите правильный. Вот отлично, всё. Теперь должен быть нормальный. Всё, а-э, друзья, в общем. Вчера пропустил, пропустил, решил, что было очень много дел, не смог провести передачу, поэтому я подумал, что, наверное, будет мне удобнее по понедельникам её пропускать, и, возможно, даже делать в субботу, потому что в понедельник мало новостей, в понедельник мы читаем новости за выходные, и в выходные тоже как-то всё грустняво, и я подумал, что, может быть, стоит делать большую утреннюю болтовню именно по вторникам. Собственно, я так в названии написал, и поэтому, не знаю, попробуем прямо так мы и делать. Собственно, ну всё, твитчика работает, вроде народ подключается, вконтакте я написал, а, нет, не написал, вот, вот сейчас написал. Пусть народ заходит к нам, присоединяется. В общем, друзья, доброе утро, и сегодня постараемся охватить весь спектр той информации, которую мы с вами пропустили за прошедший период. Как у вас дело, друзья? Как? Остались последние две-три недели августа. Как вы вообще, друзья, как вы себя чувствуете? Я, например, замечательно. Замечательно, вчера прислали кодик на Uncharted, маленький совет, запускай стрим с какого-нибудь загрузочного экрана, минут на 10 рекламу, а то всё слушает 10 человек. С добрым утром, удачного стрима. Я, кстати, вот думал вешать заглушечку, но порой мне казалось, что можно было бы включать его не в 10, а там, без 10, 10, да, перед тем, как я завтракать иду. Но это было бы, мне кажется, скучновато. Нет? Я могу, я могу вешать заставку, в принципе, у меня Эксплитит работает и... Я видел, что так игроманин, кажется, делает. Не знаю. Если вам хочется, можно попробовать сделать в таком формате, поэкспериментируем. Вот. Давайте уж, друзьяшки, рассказывать будем, что интересного у нас происходило. И окунёмся мы в мир пятницы. Посмотрим, что там было. Что там было в той пятнице? Пятница, суббота, воскресенье, понедельник. В принципе, в пятницу ещё было нормально новостей, а вот в субботу, воскресенье, понедельник такие нерыбные дни. Какое-то число у нас было, сейчас мы посмотрим. Это у нас было одиннадцатое, одиннадцатое, одиннадцатое августа. Одиннадцатое августа, уже интернешнл, кажется, кстати, кончился. Одиннадцатое августа, вот. Народ собирается всё равно, почему... У нас скучновато. Ну, народ собирается. Ну, может быть, я попрошу дизайнеру, чтобы нарисовал заглушку. Поэкспериментируем, посмотрим. АЕ, спасибо за подписочку. Посмотрим, как она работает. По традиции, я рассказываю про конкурсы активности перед началом. Да, я забыл начать с этого. Я не продался. Спасибо за подписку. По традиции, я рассказываю про конкурсы активности, которые проходят у нас на портале. У нас есть такой раздел конкурсов. К сожалению, у нас... Что? У нас были раздачи ключей, соответственно, в гиганте. Они уже, скорее всего, закончились. На Eternal коллекционная карточная игра от компании Mail.ru. С 4 августа идет закрытое тестирование. У нас можно в разделе, ссылку на которую я скинул, урвать себе ключик, ворваться, посмотреть, что же это за новая коллекционная карточная игра. Также 27 августа будет проходить грандиозный фестиваль, который называется WarFest. Делает, угадайте, кто? Конечно же, Mail.ru. Все это будет происходить в заводе. Вот так выглядит страничка с нашим конкурсом. Можете тоже поучаствовать, выиграть билет. Я пойду, я думаю. Там будут такие персонажи, как Noize.mc, на Яромонах Феофан. В общем, должно быть прикольно, потому что WarFace это, не знаю, одна из самых играбельных фри-то-плей игр вообще в России и СНГ. Ну, после стрелял. Стрелял. Не вот сейчас начнется с танковыми мерениями, еще чего-то. Вот. И у нас закончился конкурс с порталом GearBest, где можно было выиграть там наушники, клавиатуру или мышку, да. Я думаю, что сегодня мы подведем итоги, поэтому следите за конкурсами. Ссылочку на раздел скинул. Что-то новое будет. У нас, скорее всего, будет сегодня раздача ключей в одну из новых игр. Я сейчас с разработчиками общаюсь. Ой, по этому вопросу. Так что следите, чтобы быть первыми и сорвать самые, так сказать, сливки, смак, пенку. Ну, все, что вы, в общем, любите, все сможете урвать. Поехали по новостям, смотрите, что же у нас было интересного на прошедшие выходные. По традиции я читаю новости, обсуждаю и сразу же, собственно, скидываю в чатик ссылку на Твиче, чтобы вы, если смотрите, могли зайти и... Если вам покажется новость интересная, вы можете зайти и пообсуждать, посмотреть, что пишут люди, потому что я не на всех новостях останавливаюсь на достаточно долгое количество времени. Есть новости, которые мне нравятся, игры какие-то. Есть игры, которые мне не очень нравятся. и я их, соответственно, ски-па-ю. Могу себе позволить. Ладно, поехали по порядку. Arcade 4.0. Изменения, связанные с очками чести, с мобов и ремесленной репутацией. Мы уже обсуждали, что с обновлением происходит изменение способа получения очков чести и прочее, прочее, прочее. Собственно, теперь у нас раскрывается именно в нашем материале информация, как и что происходит. Если вы вдруг играете в Arcade, я думаю, вам будет это интересно. Заходите, смотрите. Также в игре Overwatch появится новый режим. Команда Blizzard решила вместе внести разобразие в режим командного шутера Overwatch и запустила на тестовом сервере режим Deathmatch. Это когда можно убивать вообще всех подряд. Вместе с тем, список карт тоже пополнился интересной новинкой. Chateau Gellart представляет Францию в игре. Может, я подвинусь и немножко поближе на аутбуч, который подслеповат, чтобы мне было видно. Собственно, в режиме Deathmatch вы сможете отвлечься от грузов и захватов точек. На этот раз нужно будет делать то, что игроки любят больше всего, убивать как можно больше врагов. Ну и, собственно, и есть суть режима Deathmatch. Вам придется достигнуть 20 очков, каждый из которых дается за убийство противников. Учтите, что за смерть можно потерять один поинт, а за воскрешение отобрать его у убившего вас игрока. В Deathmatch можно сразиться как в обычном, так и в командном режиме. Если первый будет вмещать 8 игроков, то во втором случае вам предстоит бой 6 на 6. Несмотря на то, что один из разработчиков не особенно верит в успех данного режима, с выходом аркадных матчей команда решила пересмотреть свое отношение к Deathmatch. Ну, посмотрим, не знаю, собственно, если вы играете в Overwatch, то порадовать себя можете либо каком-нибудь лусиболом, либо толканием тележки, либо удержанием и захвата точек, да, новый режим, ничего нового ребят из Blizzard не придумали, все тот же Deathmatch, стандартная фишка, посмотрим, посмотрим. Dragon's Dog, интересно, а что бы не показать новый режим? Ну, он на тестовом сервере пока пробуется, надо, надо ребятам сказать, наверное, чтобы, сейчас я запущу свой блокнот, напишу, что показать Deathmatch, ааа, ты, что-то я не те кнопки нажимаю, и у меня все поломалось. Сейчас, что-то-что-то, нет, не скопировалась ссылка. Копировать. Показать контент. Записал, записал свой черный блокнотик, едем. Дальше. Dragon's Dogma Dark Horizon. Игра появится на Xbox One и PlayStation 4 в октябре. Ну, на самом деле, игра старая, она вышла еще в 2012 году и запустится на платформах Xbox и PlayStation. Это очень интересно. Dishonored. Дополнение, кстати, к игре. Dishonored Death of the Outsider. Новый геймплейный трейлер. Я его смотрел еще на той неделе и мне он понравился. Я первый Dishonored очень любил. Я прям его прошел в двух модах. И по стелсу, и не по стелсу. Второй Dishonored начинал играть. Проиграл в него 30 минут, но что-то слетело у меня во время релиза игры. Не удалось мне окунуться в него полностью. И вот на выставке Gamescom записался к Bethesda посмотреть обновления, которые они выпускают для игры Dishonored. Скачал себе на вот этот компьютер. Кстати, мой сейчас компьютер, использую его вместо стационарника. Стационарник вообще жене отдам. Она уже говорит, у меня Black Desert тормозит, дай мне комп свой. Оставлю себе его. Мне на нем все нравится. В общем, на нем Dishonored буду играть. Скачал уже, думаю, вот-вот-вот. Но вышел же Uncharted новый. Надо пока, пока есть новый Uncharted, надо в него порубать. А потом уже в Dishonored. Давно не следил за новостями. Half-Life 3 ничего не слышно. Нет, Half-Life 3 ничего не слышно. Но компания Valve выпускает коллекционную карточную игру по игре Dota 2, чтобы все утерлись. Это они ленивые, вместо того, чтобы делать Half-Life делают коллекционные карточные игры. В общем, новый геймплейный трейлер к дополнению второй части игры Dishonored. Сама игра дополнения станет достаточно интересной игрой для тех, кого интересует сюжетная составляющая мира данной франшизы. Ведь сменив протагониста, нам в этот раз дадут достаточно необычную задачу убить Бога. Именно этим занимается Билли, уже известный игрокам по роли капитана из второй части. Но я не играл, поэтому не знаю, что там забили пока. Проходя Dishonored 2, вы могли выяснить, что девушка не так проста, как кажется. Ведь в прошлом она была убийцей, а ее учителем был никто иной, как сам Дау. Сможет ли она совершить невозможное и убить чужого? Ну а новый трейлер, представленный компанией-разработчиком, приоткрывает игровой процесс грядущего, грядущий стенд Элона Гры. А, это что? Это будет не дополнение, это будет отдельная игра? Отметим, что Билли озвучивает достаточно известная голливудская актриса. Компания Arkane Studio собирается выпустить автономное дополнение для Dishonored уже совсем скоро, 15 сентября. Игра будет доступна на PlayStation, ПК и Xbox One. Блин, надо, надо, надо пройти вторую часть, чтобы хоть можно было поиграть в дополнение. Потому что Arkane Studio говна не делает. Собственно, мне и Prey нравился, и первый Dishonored, и вот второй надо поиграть, собраться, надо время найти. Посмотреть трейлер, вы можете самостоятельно, ссылочку на новость я сейчас скину, заходить, смотрите, блин, да что-то все жмакается, все не туда. Окей. Я вот не понимаю, Габен миллиарды может срубить с Хеллвей, чем же он так? Зачем так? Ну, во-первых, у Гейба есть Steam. Он на Steam зарабатывает 30% от прибыли всех игр, которые есть на Steam. Нахрена ему делать Half-Life? Плюс, я думаю, что чувак, он может быть и хочет сделать Half-Life, но нужно сделать Half-Life таким, чтобы это был не какая-нибудь шлачина, а это прямо, чтобы было революционное, что-то новое. Нужна либо какая-то новая технология, либо что-то прям невероятное, не знаю. Half-Life под VR. Вот, они сделали, что сейчас в тренде? Моба сделали доточку, доточка там висит в топе Steam'а, сделали коллекционную карточную игру по доте, чтобы всякие там хардстоуны, гвинты и прочие терналы за пазуху засунуть. Ну, посмотрим. Волниррок игра, которая, как ее назвать-то, как ее назвать? Мне понравилась. Это, в общем, Survival про викингов, про скандинавов. Вторая стадия альфа-тестирования стартует 11-го числа. Я ребятам писал, но что-то они говорят, не хотим прессу пока пускать. Иди, тусуйся. 11 августа уже прошло, поэтому мы читаем новости из прошлого. Не расстраивайтесь, тест уже завершился. По поводу данного теста разработчики выложили несколько скриншотов, на которых можно увидеть древнюю постройку персонажа, выбравшись, выбравшись, который вылез, короче, из дракара, олени и так далее. В общем, игра, ну, может быть, интересна, не знаю. Кстати, по поводу Survival. 16-го, что у нас сейчас, августа? 16-го августа в игре прописки Conan Exile ставятся новые дополнения, которые привнесет север. Новое дополнение, у нас уже ребята его запланировали постримить, будем играть на своем сервере, поэтому, если вы вдруг любите Survival, то присоединяйтесь. Ссылочку на, ну, не будут скидывать, уже прошло, это хрен с ним. Японский сервер Fios Tassaut будет закрыт в ноябре, да и хрен с ним. Первое закрытое будет оттестирование японской версии Caravan Stories стартует 22-го августа, и я люблю новости про что-то новое, потому что, собственно, смысл новостей открывать для меня какие-то новые игры, либо старые игры показывать мне таким образом, что я узнаю из них что-то новое. И когда я, вот, например, читаю 10 новостей прямо о том, что там, не 10, извините, 20 новостей, что дополнение падения Реата выходит для игры Path of Exile, меня уже тошнить это начинает. А когда я читаю и вижу, что какая-то новая игра стартует, это круто, и поэтому мне, мне как человеку такие новости более приглядны. В общем, совсем недавно студия iMing уже показала нам новый трейлер, посвященный MMORPG Caravan Stories, и вот стало известно, что с 22-го по 24-е августа пройдет первый закрытый бета-тест японской версии игры. Надо сделать пометочку попасть в бета-тест. Так, попасть, попасть в тест. Записал себе. Поехали дальше. Сервера будут открыты каждый день с 8 утра до 16 по Москве, поэтому, если вы захотите принять участие в закрытом бета-тестировании, тогда прямо из этой новости можно оставить заявку на официальном сайте на собственно участие в данном тестировании, но нужно это сделать до 20-го числа. Учтите, что данный этап тестирования будет доступен только для обладателей мобильных устройств. Чё? Что? Что? Почему мобильных устройств? О тестировании ПК-версии игры пока нет никакой информации. Какого хрена? Вы чё, совсем что-ли дубу там дали? Такой заходишь и... Ну, всё понятно, да. 14.22 iOS и Android. Ну, надо, надо, надо. Ну, не знаю, всё равно посмотрим. Кроме того, если заявок будет слишком много, тогда разработчики устроят своеобразную лотерею с приглашениями, так что периодически заглядывайте в вашу электронную почту. И после окончания закрытого бета-тестирования состоится, конечно же, полный вайп. То есть все персонажи будут удалены. В данной игре вам предстоит увидеть всевозможные расы, классы по постражению и рейды, кроссплатформенную функцию и необычные внутриигровые механики. Но надо, надо записать, соответственно, MMORPG. Собственно, если вы подпишетесь на наш Twitch-канал, сможете увидеть множество разных стримов и всего прочего. Вот, например, в пятницу Гарра открывал 160 бустеров в игре Hearthstone. Периодически он это делает, как обновления какие-то выходят или еще что-то, играет в коллекционные карточные игры. Записи есть у нас в новостях. Так что заходите, смотрите. Kingdom Underfire 2 будет на PlayStation 4. Томель Калла где-то после 2004 года. И как считаешь, зайдет ли у нас игра? Мы сейчас игру смотрим. Зайдет ли у нас или не зайдет, не знаю. Гарра, я у него прошу дать мне экспертное мнение, наверное, на следующей неделе. и узнаем. Я пробовал ее пока не понял до конца, не туториал проходил, короче. Пока не понял до конца, что там вообще делать. Надо посмотреть механики, надо посмотреть вообще социальные составляющие игры. Собственно, главное, что двигает любой игрой, это социальные составляющие. Компания Nova должна это знать, потому что она делает одну из самых ориентированных на социальные составляющие игру. Это Lineage 2, где там скандалы, интриги, расследования, драмы, тащим до конца, вот, как здесь все указано, пандочка нарисована. Так что, я думаю, посмотрим. По игре, по этой мы поделаем контент вам с русской версии игры. Упс. Упс. I did it again. Почему-то бывает так, что раз в 30 минут у меня выключается фотоаппарат, он такой, видимо, что ты не снимаешь, выключишься нахрен. И ничего не происходит. Друзья, всем, кто подписывается, спасибо за подписку, вы классные. KUV 2 мертворожденная поделка, непонятно, зачем мы ее взяли. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Мертворожденная поделка это Икарус. Вот. А KUV его долго делают, я его не до конца понимаю, поэтому судить не могу. Я в него не играл. Икарус сказал, что он играл на него в Тайване, играл на него в него еще где-то. Сейчас есть очень много игр, которые KUV потом еще делают игру, которая называется, кажется, Justice. Я на E3 играл в какую-то похожую игру. Ее показывали на стенде NVIDIA, и она дико тормозила на топовых компах. Меня это немножко выбесило, не помню, как называется она. Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас какой-то идет вот этот тренд, когда ты играешь за чувака, у которого есть отряд, которому помогает. Какие-то у тебя там формирования есть, и может быть, это новая мета. Может быть, мы просто чего-то не понимаем. Kingdom отличная вещь, совершенно не мертва. Ну, сколько людей, столько мнений. Собственно, кому-то нравится, кому-то нет. Это как всегда. Я вчера зашел на форум, почитал про аркейд, что кто-то пишет, что игра сдохла. При этом ты заходишь в игру, там очереди, там на садах полно народу, народы паки возят. Ну, то есть, какие-то PvP происходят. Каждый видит то, что ему удобно, и то, что он хочет. Так, слухи. В пятницу новость была про слух No Man's Sky. Я же думал, что игру похоронили окончательно, но за прошедшие четыре дня у нас было несколько новостей по данной игре. Собственно, в обновлении 1.3 для космической песочницы No Man's Sky от студии Hello Games. Привет, игры, как вас делать? Может появиться мультиплеер. Информацию о грядущем патче обнаружили ARG Atlas. На официальном сайте разработчика появились подробности, однако их удалили буквально сразу же. Ну, знаете, такой, ой, спойлер, это мы не хотели показывать, и вдруг неожиданно это как-то запостилось. В общем, в No Man's Sky добавится режим совместного исследования, что будет своеобразным мультиплеером. Кроме того, появится новая сюжетная кампания, космические корабли, миры, улучшения в механике боя, графики, а также в пользовательском интерфейсе. Ну, в общем, играть или нет, не знаю, но кому-то нравится. Кстати, у нас была новость о том, или мне не новость была, или у нас в чатике писало, что вот на неделе, когда было установлено обновление в No Man's Sky, в нее играло порядка 20 тысяч человек в Steam, в онлайне были, одновременно, и это как бы норма, это вообще хороший показатель. Так что, может быть, игра сейчас будет выглядеть уже нормально, когда ее допилят и сделают то, что разработчики обещали сделать, собственно, в самом начале. В Корее за BTKUF'у было в 2011 году, после этого игра пропала. Тестирование игры идет прямо сейчас в Тайване. Мы с нее писали много очень контента, делали гайды, поэтому корейское за BT в 2011 году это вообще не показатель. Аркейдж похоронили, но Man's Sky уже ну да, да. Хардстоун состоялся официальный выход дополнения Рыцарь Ледяного Трона, но я уже говорил, что Гарроу настримил и открывал паки. Arrange 2 Revolution первый новостной дайджест. Что это такое? Что за первый новостной дайджест? Команда портала GoHaru опять вот Кираира. Надо Кираира сказать, что GoHaru пишется не так, как она его пишет. Записал блокнотик. Так. Команда портала GoHaru и пользователей нашего форума представляет новую серию роликов посвященных мобильной игре Lynch 2 Revolution. В первом выпуске новостного дайджеста вы узнаете обо всех новинках, последних новолениях, обновлениях, захватах в флагах, новых локациях и всего-всего прочего. Посмотрите, обсудить можно в нашем на нашем форуме. Собственно, друзья, заходите, смотрите. Привет! Привет! Всем привет! Какой-то осьминог какой-то в чатике. В общем, сам дайджест на 30 минут, так что, если вы любите мобильные игры, либо Lynch 2, заходите, смотрите. World of Warcraft тигель светопустоты будет работать со старыми реликвиями. К сожалению, мне эти слова ни о чем не говорят, поэтому давайте читать. Комьюнити-менеджер игры вновь ответил на некоторые вопросы игроков, связанных с тигелем светопустоты. По его словам, ТСП, то есть тигель светопустоты, должен решить проблему с доступом к реликвиям. И хоть данное нововведение и имеет некоторый элемент случайности, но оно все-таки предложит вам варианты для выбора. Короче, если вдруг вы играете в World of Warcraft уже много лет, если вы больше не знаете, во что вам играть, если вы не можете найти какую-нибудь новую игру для себя и вас очень беспокоит система, каким образом будет работать тигель света пустоты в World of Warcraft, вы прямо сейчас можете пройти по ссылке в новости, которую я скинул в чатик, и окунуться, так сказать, с головой в это. Забыл, 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 ладно, запомню. Нет, запишу в блокнотик. Вопросы для Overwatch и Warcraft. Записался я на интервью на Gamescom на две игры от Blizzard это, собственно, это Warcraft и Overwatch. Надо подготовить вопросы. Вчера меня просили прислать, но я что-то забыл. записал все в себе, надо спросить ребят, чтобы помогли. Arma 3 новое дополнение Laws of War. Ну, то ли правила войны, то ли законы войны, не знаю, как это правильно перевести. Разработчики рассказали о новом дополнении к игре для тактического шутера Arma 3. Дополнение включает в себя мини-компанию, а также совершенно другие, другую перспективу на поле битвы. Компания Богема Interactive запустит обновление уже в сентябре, а вместе с тем будет введена новая фракция International Development and Aid Project. Данная неправительственная организация специализируется на помощи в гуманитарных катастрофах. Это, знаете, как эти вот бойцы ООН в касках и на танках такие. Мы миротворцы. Данная организация принесет свои уникальные инструменты на поле боя, в том числе новую технику и гуманитарную помощь. Мини-компания Остатки Войны представит какую роль специалиста данной организации, которому поручен находить и деактивировать мины после окончания войны в республике Альтос и Стратис. Какой это Стратис? Стратис. Мне всегда было интересно смотреть на Arma 3, когда я в нее не играю. Пожалуй, Arma 3 это одна из игр, в которых я вот так же зашел на Гохи, посмотрел новость, где в видеоролике очень красиво бегали, стреляли, летали на всем, чем только можно, ездили на технике. Я такой, нифига себе, игра моей мечты. Хочу. Пошел в Steam, купил за тысячу, за 999 рублей игру Arma 3 и, кажется, проиграл в нее минут 20, потому что такого говна я просто не видел. Там все настолько хардкорно, что мой казуальный зад просто он воспламенился как магний и горел, прожигая просто в стуле дыру. То ли нужно играть с тем человеком, который тебе объяснит, как нужно играть в Arma 3, то ли нужно установить на нее много модов, то ли я тупо не понял, что такое Arma 3, но вот ролики, продающие дополнения игру саму, вообще нечто, но поиграть меня в нее не получилось. В общем, если вы, в отличие от меня, разбираетесь немножко в играх, играете в Arma 3, новые дополнения, ссылку на него скинул, заходите, смотрите, а мы идем дальше, Lost Ark, во втором закрытом бета-тесте вас будут ждать захватывающие морские приключения, ничего себе, остров в виде сердца, это так романтично, кораблики, 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 кит, нифига себе, какой большой, красиво, Lost Ark и Linens Eternal, это две игры, которые, в принципе, были анонсированы примерно одинаково, шли ноздря в ноздрю, но случилось такое, что на очередном собрании ребят из компании NSySoft, которые делают Linens Eternal, они решили, что игра развивается не так, как они хотят, после чего они сменили вообще движок игровой на Unreal Engine 4 и мне кажется, что если ребята из компании Smilegate, которые выпускают Lost Ark, будут умны и хитры, они выпустят свою игру намного раньше и захватят себе просто весь рынок, который ожидал эти две игры. Следующий уровень остров в виде Tick Stickle, что такое Tick Stickle? Я не знаю, что такое Tick Stickle. Разработчики игры MMORPG Lost Ark выложили третье письмо, повествующее о том, что игрокам удастся увидеть во втором закрытом бета-тестировании. Специально для вас мы решили его перевести. Кстати, ссылочку сейчас я на него скину. В эту новость вы можете заходить и смотреть прямо из нее собственно то, о чем я сейчас читаю. Во втором тесте вам предстоит посетить довольно необычные острова. Например, вы обнаружите остров в виде сердца, на котором растут красивые цветы. Во время ваших морских странствий на вас наверняка пытается напасть призрачный корабль, поэтому вам придется быть всегда начеку. Призрачный корабль на вас попытается напасть. Также вашему отважному герою удастся посетить пещеры полные монстров, сундуков и ловушек. Полный перевод письма разработчиков есть в специальной теме, ссылочка есть прямо в нашей новости, так что заходите, смотрите, что за прохладные истории на стриме. Ты о чем? Не понял тебя. Мы идем дальше. International Dota 2 СНГ завершила выступление на турниле International все вылетели. Стали известны системные требования для игры от компании Ubisoft. Вторая часть игры про South Park The Fractured But Hole. Ролевой экшен South Park The Fractured But Hole является циклом такой игры как South Park Stick of the True с палкой истины. Короче, игроку вновь предстоит выступить в роли новичка, чтобы вместе со Стэном Кайлом Кэнни и Картманом отправиться в безумное приключение. И вот разработчики решили поделиться с нами системными требованиями для данного проекта. Вплоть по графике, мне кажется, требования должны быть такие же, как в предыдущей части игры. Но рекомендуемые. Разрешение 1080p и 60fps. Настройки высокие. Вертикальная синхронизация отключена для большого количества кадров. операционная система Windows 7, 8, либо 10. Процессор Intel Core i5 четвертого поколения, минимальных второго поколения. У меня раньше было минимальное второго поколения, только была и седьмой. И, собственно, видеокарта 670-я. Очень странно, потому что 670-я карта это полное говнище, 750-я карта тоже полное говнище, GTX 960 как бы и 1060 это абсолютно разные, потому что видеокарта GTX 1060 она чуть-чуть слабее, чем GTX 980-я, это топовая карта предыдущего поколения. Ну, странно. И 8 гигабит оперативной памяти. Ревиз игры намечен на 17 октября. Думаю, Гарро будет проходить ее и у него будет пригорать. Лучше бы они с нами игрой уж поделились, а то вечно делятся какой-нибудь фигней. Ну, да, игра выйдет 17 октября, осталось ждать 2,5 месяца или 2, или 3, 3. Сейчас что, с августом, сентябрь, октябрь, 2 месяца осталось ждать. Ничего страшного. Что еще? Собственно, про конкурс, который я вам рассказывал по игре Warface. У нас... Ой, не то. Не та ссылка. У нас проходит прямо сейчас конкурс по игре Warface, где вы можете урвать билеты на Warfest, который поет в конце августа. А в пятницу Гаро показывал новую миссию в данной игре. Собственно, запись стрима. Вы можете посмотреть у нас на нашем YouTube-канале, либо по ссылочке в новость, которую я скинул. Также на стриме разыгрывались билеты на это мероприятие. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш Twitch-канал, чтобы не пропускать интересные стримы, чтобы получить возможность урвать халявы, что-нибудь выиграть, билеты или какое-нибудь железо, или игру. У нас вот завтра, 16-го, я выдал ребятам ключик на Conan Exile, чтобы они его среди подписчиков разыграли. Поэтому заходите, смотрите, подписывайтесь. Также в пятницу была анонсирована новая MMORPG, которая называется Dead Maze. Анонсировано новое ММО про зомби. Ой, у нас в нашем клане, в клане в портале, в редакции портала нашего разгорели споры. Мы не могли определиться, это хорошая игра или плохая, потому что игр про зомби в принципе уже много, но наш эксперт и обзорщик Тарас сказал, что чуваки, вы ни хрена не понимаете. Игра крутая, поддерживающая до тысячи человек одновременно играющих, поэтому будем следить. В общем, компания-разработчик анонсировала выход новой 2D MMO экшен игры Dead Maze, которая состоится в следующем году. Действие игры будет происходить в постапокалиптическом мире, не обойдется без элементов выживания, исследования мира, строительства базы и сражений с зомби. Игрокам придется собираться в группы и открывать все тайны суровой вселенной зомби-апокалипсиса. Придется добывать ресурсы, создавать полезные припасы, готовить еду и аптечки. Общими силами вы сможете восстановить цивилизацию и отстоять свое будущее. В скобочках нет. В путешествиях по локации можно найти более 500 разновидностей оружия, но при этом придется контролировать запасы еды, воды и собственные силы. Хорошо, хоть мерзнуть они не будут. Чтобы лучше обосноваться в разрушенном мире, вам придется построить свой собственный лагерь, заняться земледелием, развести ферму с домашней жертвы, ну в общем обустроить свой быт повседневный. Мы будем следить за данным игрой и посмотрим что же хорошего она нам принесет. Ссылочку на ролик, на обсуждение я скинул сейчас вам заходите, смотрите, может быть вам это понравится. Вот это вот ММО для смартфонов что ли? Я в такую только на телефоне играть. Ну не знаю, для телефонов она слишком хорошо нарисована. Вот это похоже на Last of Us. Она не для телефонов, она большая очень. Ладно, поехали дальше. Также у нас был стрим в пятницу по Paragon в котором переработали систему карт и он типа стал другой. Заходите, смотрите. Star Citizen создание моби глаз и другие подробности разработки. Разработчики космического симулятора Star Citizen рассказали о том, что в работе находится более 90 различных проблем и ошибок, которые решаются в данный момент. вы хоть игру выпустите уже, хотя у них релиз игры стоит на следующий год, поэтому могут позволить себе не спешить. Нужно успеть отшлифовать все до выхода обновления 3.0. Кроме того, команда дорабатывает пользовательский интерфейс, который теперь будет называться Mobi Glass. с помощью инструмента Render to Texture разработчики упростили написание кода к игре. Они придумали искусственный интеллект, который сами за них все пишет. Пользовательский интерфейс будет разработан таким образом, чтобы соответствовать различным архетипам Star Citizen. таким как одежда, архитектура, технологии и культура. Например, 3D-голограммы будут выглядеть более высокотехнологично, чем 2D-дисплей. MobiGlass, как и современные смартфоны, послужат основным доступом к игровой механике, транзакциям и общению с другими игроками. Виджеты главного экрана MobiGlass будут управлять контрактами, настраивать загрузки игроков и прочее, прочее, прочее. В общем, друзья, ребята работают, у нас новости по Star Citizen все время обсуждаются хорошо, потому что есть абсолютно два лагеря, есть люди, которые верят, что вот у этих ребят получится действительно круто, потому что ролик, который они показали во время анонса 30-минутный, действительно показывает офигенную крутую игру, и есть люди, которые говорят, что бабла собрали и делают какую-нибудь херню. Собственно, я, наверное, нахожу где-то между этим станом, я верю, что что-то получится, и при этом говорю, что бабла собрали и делают какую-то херню. Так что, не знаю. Я очень хочу, чтобы, ребят, получилась действительно интересная ММА-игра про космос, когда ты можешь прилететь с космоса, выйти, пострелять кого-то, угнать корабль чужой, как в GTA, и улететь куда-нибудь снова в космос, это было бы дико круто. Но релиз игры намечен только на следующий год, так что у разработчиков еще есть время. В дополнение 3.0, про который мы сейчас говорили, они тоже обещали много разных нововведений. Ждем. Ждем. Для браузера скорее. Плюс за херню. Planet of Heroes 2.0 Крупнейшее обновление уже в игре. Что это такое? Это мобильная моба от Mail.ru? Да, компания MyCom из студии Fast Forward представили абсолютно неважно что. Поехали дальше. No Man's Sky подробности об обновлении 1.3, про которое мы уже говорили в самом начале. Мы говорили про слухи. Собственно, вот уже информация про само обновление. Разработчики космической песочницы No Man's Sky раскрыли подробности обновления 1.3. Вместе с патчем в игре появится новая переработанная сюжетная линия портала и система процедурных миссий, улучшенная торговля, система экономики, совместные исследования и многое другое. Обновление приурочено к годовщине с момента релиза игры No Man's Sky. Это было так давно. И призвано стать следующим шагом в этом захватывающем путешествии. Вас ждет новый персонаж и таинственная раса. История добавит к основному сюжету порядка 30 игровых часов. Также в игре были улучшены, переработаны разные аспекты, пересмотрена карта галактики, обновлена навигация и в общем No Man's Sky спустя год засиял. Не знаю насколько это интересно, к сожалению, я не играл в No Man's Sky, мне хватило обзоров от Тараса, но где-то у меня дисочек валяется, который мне прислали даже не... Сейчас посмотрю, посмотрю сейчас. Hello, darkness, smile, здесь полка. У меня есть вот такая вот коробочка, она не написана даже, она не написана Андрей Сиротин в No Man's Sky. Все, все, чин почином, красиво. Так, стоять, стоять. Что тут у нас внутри? Очень-очень красивый артбук, тут исследуют какие-то картинки. Сразу видно, что я его смотрел, да? Ну да, в общем, тут красивые картинки, всякие фоточки, блокнот для записи, вдруг вы... у вас не будет в космосе планшета и пресс-версия игры на платформу PlayStation 4. Стоит на полке уже год. Может быть, пришло время посмотреть, что же это за игра. Да, закрывайся. Коробку даже такую сделаешь, что хрен закроешь. Во. No Man's Sky. Пусть стоит вот здесь. No Man's Game. она пока что не готова. Вот когда мультиплеер это делает, можно запускать. До этого портит впечатление. Сиротину подогнали книжку, как перестать играть в No Man's Sky и начать жить. Да, не знаю. Поехали дальше. В общем, 17000 онлайн я вам говорил, да? Хорошо. Также в игре Mew Legend вышел новый класс, который называется MFizer. Я уже рассказывал, мы уже обсуждали новости про данный класс, поэтому вы можете посмотреть геймплей за него. У нас Химера рубился на, кажется, корейском сервере, так что запись стрима можете посмотреть вот из этой новости, ссылочку на которую я скинул. Идем дальше. Fortnite. Обзор. Система коллекции и ламы. Удивительно, но новая игра от Epic Games, как вчера мне написал Юнтер, собирает просмотры. И они такие, Андрей, может быть надо сделать раздел на форуме, если народ хочет в нее играть. Я достаточно скептически отношусь к данному продукту. Minecraft с зомби, со строительством базы. Но если народ играет, если люди просят, я считаю, что надо. Так вот, мы подготовили для вас обзор по данной игре, собственно, в котором раскроем вам всю подноготную систему коллекций и лам. Прочесть его можно у нас на форуме, ссылочку на данный обзор я скинул. В игре предусмотрена специальная система, которая вознаградит вас за ее использование различными нужными предметами и ресурсами. Коллекция представляет из себя отдельное меню, которое находится в разделе Armory. Основная цель это заполнять специальные ячейки соответствующими чертежами. Грубо говоря, это книга, где вы собираете различные чертежи. Ну, в общем, это такая выноска из этого гайда. Можно пойти к нам на форум и почитать более подробно эту информацию. Я вам предыдущую скиллку скидывал, ссылку скидывал, говорил, что это стрим от Химеры. Нет, это был или вот от Химеры. Короче, очень много у нас стримов от изучения нового класса Infizer. Два уже я скинул, заходите, смотрите. Также, также, кстати, вот, вот эту мне сегодня ссылочку просили скинуть. Успей купить игровой ноутбук MSI GL62M7 Rex минус 125 2 CN по акции от компании GearBest. Боже мой, ну неужели нельзя придумывать нормальное название для ноутбука? Зачем его называть как кусок руна золотого? В общем, покупателю магазина GearBest предоставится возможность поучаствовать в ограниченной акции. Если вы хотите приобрести ноутбук вот с этим огромным названием, поспешите воспользоваться данным предложением. С 5 утра по Москве с 14 по 20 августа можно приобрести первые 100 штук данного ноутбука по цене 899 999 999 последующие 150 штук уже будут вам стоить на 60 баксов дороже. Купив один из этих 250 ноутбуков вы сможете получить в подарок специальный набор аксессуаров мышь клавиатуры и коврик. Я, кстати, на самом деле никогда не относился скептически к игровым ноутбукам. Я уже давно провожу их тестирование, пишу на них обзоры и начиная с появлением новой графики 10 серии от компании Nvidia в принципе вот этот ноутбук который прямо сейчас у меня стоит на столе вот этот прямо сейчас с него идет трансляция я также на нем играю и я тут у нас на форуме опять была заруба как всегда мне кто-то писал что сиротин игровые ноутбуки это говно собственно я включил стрим играл в PlayerUnknown's Battleground запустил стрим на свой канал и собственно он показывал в игре что-то 70 фпс все нормально работало и все было хорошо игровой ноутбук все компания вот этот вот огромный ящик который стоит под столом он мне больше не нужен у меня дома когда вот я сейчас сижу это мой офисный режим у меня к этому ноутбуку подключен что подключен микрофон подключена клавиатура подключена мышка подключена карта захвата к которой подключен фотоаппарат что у меня тут еще подключено сетевой кабель и второй монитор на котором у меня большой ну то есть как бы я дома люблю работать на большом мониторе у меня вот 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 такой есть 20 24 или 25 дюймов я уже не помню и этого вполне хватает он не шумит он не орет он не тормозит я на нем редактирую видео я на нем пишу звук я сегодня утром проснулся в 5 утра записал обзор делаю на данный ноут написал вчера текст сегодня проснулся утром записал озвучку сейчас переведу передачу и сегодня смонтирую ролик выложу завтра наверное про данный ноут собственно у меня на нем идут все игры Battlefield Ведьмак все короче будет завтра в обзоре ну то есть как бы мобильный гейминг он уже пришел он уже есть да еб мать опять опять почему-то опять мобильный гейминг пришел а фотоаппарат продолжает отключаться каждые каждые 30 минут и недавно была презентация компании Asus которые показывали ноутбук 1080 Zephyrus который собственно называется Zephyr в нем уже встроена видеокарта 1080 и если вот этот ноутбук толстый его не очень с собой удобно возить куда-то то тот 2 см толщина его можно тупо в рюкзак засунуть блин это дико удобно и я уверен что там через 2 года мобильные ноуты будут как тонкие хорошие классные вот фу слово игровой ноутбук просто не могут сочетаться нормально да дохерня все это друзья вот стоит вот игровой ноутбук работает все на нем игры все на нем летают все классно единственная претензия к игровому ноутбуку это то что он не может себе позволить сделать там не знаю 30 дюймовый экран я уже я хочу просто играть на большом мониторе собственно поэтому дома у меня подключен вот этот монитор дома я играю на нем но если я куда-то еду в командировку либо работать я поспокойно играю на нем я даже тестирование записывал его сидел на первом этаже у себя и играл на нем и в баттлфилд нормально на нем играется и ведьмака на нем нормально играется ну просто я привык уже на большом вопрос привычки в моем детстве я вообще не знаю у меня был первый компьютер у меня был монитор маленький пухлый 14 дюймов он был в половину этого мне кажется 14 дюймов я на нем проиграл много лет стоит вот этот стоит 1140 зефир который тонкий новый стоит конечно в топовой комплектации в России если его покупать он стоит 220 в мвидео если его купить через компьютер юниверс это немецкий магазин достаточно известный они его продают кажется за 160 тысяч но я не знаю что там с таможней будет возможно вам придется на таможне еще платить пошлина так что ненавижу пялиться в дисплей ноута это мазохизм на самом деле как бы на ноуты все работают это нормально люди целый день пялятся ладно если вдруг вы неожиданно хотите купить MSI за скидоном за полтос за 50 тысяч рублей заходите покупайте ссылочку я сейчас скинул о том мы так еще будем долго рассказывать проблема всегда заключается в 4 вещах экран размер железа производительность и аккумулятор я за 200 монстра соберу вы за 200 соберете монстра и он будет у вас стоять дома вы с ним ничего не сделаете вы поедете на дачу не знаю на лето он у вас дома стоит либо вам нужно его весь с собой тащить там в электричке либо в машине в офис вы его с собой не возьмете на встречу с партнерами вы его с собой не возьмете в командировку вы его с собой не возьмете да он удобный он там наверное у него получше охлаждение сделано в него можно много всякой периферии воткнуть но если я свой комп вообще же не отдам в принципе если меня будет полностью устраивать то нахрена мне десктоп не знаю и в онлайн летний саммит совета игроков ну я там постоянно в Еве происходит собрание где ребята что-то собираются голосуют дают свои полномочия другим игрокам в общем 12 новых членов выбрали 2 новых проекта от создателей игры Dragon Age вот это уже более интересно глава команды которая занимается разработкой франшизы Dragon Age рассказал о том что они раздумывают о продолжении серии в планах кампании сразу 2 игры одна из которых это Dragon Age 5 помимо этого студия работает над анонсированным ранее проектом Anthem несмотря на то что официального анонса 4 и 5 части Dragon Age пока не было над следующей игрой в серии уже вовсю идет работа вполне возможно что эпилог Dragon Age Inquisition сыграет не последнюю роль в новом проекте ну окей ссылочку на новый скинул Андрей ты на игровом портале мы играем на компьютерах ты нам ничего не докажешь мне в том числе не докажу что не докажу что можно играть на ноутбуке можно играть на ноутбуке можно играть нет в серии будут люди спорить что конечно железо в ноуте оно чуть слабее чем в компе до процентов я допускаю на ну 15-20 но есть свои плюсы у всего есть свои плюсы есть свои минусы собственно кому как нравится играть тот так и играет окей нет я просто меня дико вымораживает что люди которые говорят нет невозможно играть на ноутбуке это все хрень полная ну может раньше это было большой тяжелый некрасивый с херовой производительностью сейчас все нормально уже неудобно играть на ноутбуке окей ладно все давайте закроем тему неудобно так неудобно лудбет броу новый турнир для профессиональных игроков с призовым фондом 10 тысяч баксов Лига Легенд футболиста Эдгар Дэвидс выиграл суд против Райт Геймса и отсудил деньги с продажи образа компания Райт Геймс обычно фигурирует в заголовках новостей как победитель в юридических разбирательствах против различных сервисов и нечестных разработчиков однако в этот раз сами создатели игры Лига Легенд оказались на стороне проигравших дело в том что легендарный голландский футболист я его еще помню он все время в очках играл начало 2000-х годов Эдгар Дэвидс подал в суд и успешно выиграл дело против разработчиков игры из-за использования его внешности для образа нападающей Люциан ну молодец в общем чувак отжал баблосиков я респектую ему давайте же посмотрим что у нас было из новостей в субботу 12 новостей так Лига Легенд обновление Дойль из Фейд добавит в Дота 2 новых героев так мне на самом деле нужно сейчас отойти на на минутку поэтому давайте я какой-нибудь видос сейчас включу я этого чувака видел в общем друзья я сейчас подойду на пару минут вы пока посмотрите видосик вы не играете он не играет он маленький но вы играете как эксилил Бананг to a mystical prison where criminals are sent to die. And whether or not those criminal charges are valid or not in your case, that's pretty much up to you to decide. And there are three key words, I guess, to go to Excel. It's survive, build, and dominate, which is the three things you will mostly be doing. And surviving meaning you have to watch what you eat, you have to make sure you drink, you have to make sure what kind of clothes you wear because you might get too warm or you might get too cold with a new temperature system. You build, you build shelter, you build all kinds of things. You dominate through PvP, melee combat, and all that good stuff. So the stuff we're going to show you today, like everything in the... What? I'm laughing at the chat soon. Let's not describe the gameplay, let's show the gameplay, I agree. We'll get to that. Yeah, but everything you see today is going to be in the Xbox version. Everything you've seen on the PC version is going to be in the Xbox version. There are no major differences between the two platforms, no gameplay differences, no that kind of stuff. And I think we're just going to jump into it. And my switching thing works. That's great. My deck works nicely. We also have in chat Nicole Vail, who's also our community manager over in the U.S. She'll be answering questions and just being, you know, contributing to the good vibrations. So here we are, in the Frozen North, wearing what is called a Vanir armor. A Vanir armor, I said. Who are the Vanir? Well, the Vanir, as described in the Robert E. Howard story, are a race of... They're a race of humans that live in the North, in the very far Frozen Wastes. Some would argue that they're perhaps similar to Vikings, some of the descriptions of this. I would very much argue that they're similar to Vikings, seeing as they live in like Asgard or Aesir or something. It's a northern name, basically. Yeah, so where this is a character we created, we're jumping in at level 30 because I'll jump into the map real quick. Cool. So, yep, this is the map of the game. You start, theoretically, you start down here in the south, way down south of the river there. And what we're showing is way up here in the Frozen North, as we're calling the update. It releases on the same day as the Xbox version. So, yep. And, yeah, it's cool. It is very cool. And we figured, why not show off the Frozen North because people have seen the desert. They're excited about the new stuff, you know? It's the stuff that comes out. So, yeah, I mean, so Xbox players might have, you know, immediate questions. How do we play a game? Well, we're... Ta-da! Так. Ладно, это хрень какая-то. Поехали. Смотрите, что у нас тут было интересного. Обновление добавит в Dota двух новых героев. Я Dota не интересуюсь, поэтому, увы. Никакой информации. Данная новость мне не принесет. Но, тем не менее. International 2017 является турниром по игре Dota 2, в котором приглашенные команды и коллективы, победившие в международных квалификациях, сражаются друг с другом в борьбе за призовой фонд более чем 20 миллионов долларов. И вот во время этого крупнейшего соревнования по игре компания Valve показала трейлер, демонстрирующий двух новых героев. Первый персонаж похож на... ...панголина или кота. И, судя по ролику, он может сворачиваться в колобок, калечить врагов в ближнем бою и довольно быстро передвигаться по полю боя. Калечить. Если вы видите слово калечить, значит новость написала натурно. Второй герой похож на фею. Если верить датамайнерам, то ее зовут Силф. И у данного персонажа есть скиллы со следующим названием. Грейпл, Шэдоу Реалм, Флэш Пауэрд и Уилл Оу Висп. Релиз этих необычных героев состоится вместе с выходом обновления для игры, поэтому с нетерпением ждем более подробной информации относительно их умений. Кстати, Valve также пообещала выпускать персонажей чаще. Ссылочку на новость я уже скинул. Если вдруг вы играете в датанчик, заходите, смотрите новые персонажи. Это всегда круто. Недавно видел просто безумный обзор Конана. Это надо видеть, что за дичь он несет. Этот джейп непонятно еще. Прямо самое то, подготовка к карточному рукоблуду. Также на прошлой неделе мы подготовили для вас обзор периферии от компании Gamidas. Клавиатура и мышка в одном наборе. Можно прямо сейчас, кстати, кликнуть по брендингу на нашем сайте и получить скидку процентов 20, что ли. Если вдруг вы хотите приобрести себе новую периферию, ссылочку скинул я. Вторником. Нет, болтовня каждый будний, но, наверное, понедельник я уберу. По вторникам буду за предыдущие, буду делать большую. Надо было выделить слово «большая утренняя болтовня» по вторникам сиротинам. Просто в понедельник появляются какие-то дела, которые не всегда получается решить. Мне вчера пришлось пропустить передачу, и там в госорганы ездил разные. Я уже слышал информацию о том, что в игре Albion Online возникали какие-то проблемы с очередями, с недоступностью серверов. И вот разработчики сообщили, что они компенсируют игровое время, связанное с перебоями на серверах, как бы они сказали, связанными с DDoS-атаками. Видимо, какие-то нежелатели захотели обрушить сервера игры. В первые две недели после релиза сервера игры боролись с проблемой производительностью. Из-за этого происходили частые перезагрузки мира, а также некоторые локации были недоступны. А потом, 5 августа, сотрудники компании Sandbox Interactive столкнулись с небольшой DDoS-атакой. Как это? Небольшая DDoS-атака? Мне кажется, она может быть либо большая, либо никакая. За которой последовали попытки вымогательства. Естественно, команда сразу же сообщила в правоохранительные органы о подобных действиях. После чего последовали более серьезные и длительные DDoS-атаки. А в тесном сотрудничестве с ведущими экспертами в этой области разработчики добились значительного прогресса. И хоть защита постоянно оптимизируется и настраивается, но пока команда не готова сказать, что все готово. Все до сих пор не очень. Чтобы компенсировать неприятности, связанные с данными DDoS-атаками, разработчики подарят дополнительно 7 дней премиум статуса всем людям, которые активировали подобный вид подписки в период с 17 июля по 11 августа. Герои, пострадавшие от проблем, связанных с первыми неделями релиза Albion Online, получат уже 14 дней премиум статуса. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Слушайте, на самом деле, когда вы тестируете игру в течение многих лет, блин, Albion Online тестировали 2 или 3 года, ну, как-то прям вот очень обидно, что случаются такие фейлы. Абсолютно то же самое было с Аркижем. Мы 2 или 3 года готовились к этой игре, мы ее ждали. Она была потенциально офигельно крутой. Но когда она вышла в России, когда здесь начались проблемы с куполами, с лагами, с читами, с системой монетизации, это прям очень сильно подрывает веру вообще в игры. Conan Exile, игровой процесс Xbox One версии. Ну и хрен с ним. Состоялся официальный выход игры Sudden Strike 4. Гара уже показывал у нас данную игру. Я его спрашивал, хочет ли он ее показывать. Он сказал, ну, в смысле после релиза, что-то он как-то вроде, как-то вроде он съехал с темы. Но, тем не менее, игра вышла. Если вдруг вы любите стратегии, может быть, вам это будет интересно. Стрим Total War Warhammer, дополнение Норска, Покоряем Старый Свет. Пока вторая часть делается, в первой части выходит дополнение, да почему я с ним нажимаю в этот уголок. Выходит дополнение, в том числе, вот это вот сейчас модно выпускать северные дополнения. Здесь выходит северное дополнение, в Conan Exile выходит северное дополнение, рыцари Ледяного Трона вышли в Хардстоуне. Что-то у всех зима близко, в общем. Вы, кстати, смотрели уже пятую серию Игры Престолов, друзья? Посмотрите. Middle Earth Shadow of War разработчики показали Кирит Унгол. По игре Middle Earth Shadow of War достаточно очень много контента. Разработчики постоянно показывают и геймплейные ролики, и сюжетные, и прохождение миссий, и еще что-то. Но я всегда придерживаюсь такой точки зрения, что я, когда играл в Middle Earth Shadow of Mordor, мне очень нравилась игра, и я хочу ее сам играть. Я не хочу смотреть, как разработчики в нее играют. Я не хочу смотреть, как они проходят миссии, которые я сам буду потом проходить. Мне это будет тупо неинтересно. И, собственно, новые порции контента, которые снова лив геймплей со стрима. Они, в общем, стримили, показывали. Да не хочу я это смотреть. Я хочу играть в игру, когда она выйдет. Я ее же себе уже заказал. Слишком жестоко пошла зима. Тем не менее, ссылочку на данный стрим я скидываю. Вдруг вы не заказали Средиземье Shadow of War. Так что вам будет интересно. Если вы знакомы с творчеством писателя Толкинина, то тогда вам наверняка известно, что Кирит-Унгол является довольно страшным местом. Именно там, в третью эпоху, или ранее, обитала гигантская паучиха Шелоп. И вот, во время стрима, разработчики ролевого экшена Middle Earth Shadow of War показали 40 минут игрового процесса, посвященного данной локации. В общем, как я уже говорил, что не хочу смотреть. Идем дальше. Арк Фолл. В конце августа в игре появится ПВП. Что это такое? Это... Это... Это шляпка какая-то, да? Разработчики игры Арк Фолл, которая перешла в стадию раннего доступа в мае, сообщили, что 25 августа выйдет большой и довольно важный патч. В игре появится система ПВП. Система, привязанная к очкам кармы. Ну, это логично, ничего нового. Вот, на самом деле, блин, когда она выходит? Кто? Shadow of War выходит 10 октября. Она должна была выйти в августе, но они перенесли релиз подлецы. Так что, будет в октябре. Арк Фолл. В игре появится ПВП-система, привязанная к очкам кармы. Если у вашего персонажа будет минус 500 очков кармы, то он автоматически войдет в ПВП-режим и не сможет выключить его. Переход также происходит во время поднимания вещей из трупов других игроков. Если вы будете убивать людей, воровать вещи, выполнять плохие задания, то тогда ваша карма понизится. Чтобы поднять ее, вам придется помогать другим персонажам, выполнять хорошие квесты и убивать специальных мобов. Кроме того, станет доступна система маунтов и система приручения. Будет введена механика животноводческих ферм. Например, из яйца у вас получится вырастить цыпленка. На самом деле, судя по графике, ребята делают ультиму очередную. В ультиме это уже все было. Ну, не знаю. Выглядит так. Ну, выглядит странно, но если сделают, то вроде нормально. Ну, какой-то инвентарь маленький, например. Бэг. Мало слотов. Персонажи большие. Интерфейс дебильный. Моба-стайл скиллы. Ну, хрен его знает. Ладно. Если вам интересно, в общем, заходите, смотрите. Также, господин Химера продолжает. Ему дали, видимо, пресс-версию. Продолжает публиковать различные ролики, посвященные игре Project Cars. В общем, очередной ролик называется Демонстрационная гонка Инди 500. И если вы настолько большой фанат, как и Химера автомобильных гонок, то можете зайти в течение, в принципе, 15 минут, посмотреть, как Химера наяривает по кольцу в данной гоночке. До выхода нового гоночного симулятора Project Cars остается чуть больше месяца. И уже сейчас мы можем оценить геймплей и превью игры. В этом геймплейном видео вы сможете проследить за демонстрационной гонкой дистанции в 20 кругов в классе машин IndyCar на трассе Индия Наполис Motor Speedway. В общем, ссылочку я уже скинул? Не скинул, скинул. Давайте скину. Скину. Заходите, смотрите, как Химера гоняет по трассе. Айя. Вот, играть в игру до выхода, вы знаете, там есть какой-то такой свой шарм в этом, свое очарование. Также Элиот, кажется, показывал дополнение выхода Ледяного Трона. Ну, это Рыцарь Ледяного Трона. Запись можно посмотреть у нас в новости. Shroud of the Avatar. Скриншоты новых сцен и бесплатный пробный доступ. Сотрудники компании Portallarium продолжают трудиться над игрой Shroud of the Avatar. И на этот раз они решили поразить игроков, порадовать игроков скриншотами сцен, которые игроки смогут изучить в обновлении 45. Данная игра мне известна только тем, что ее делает Ричард Герриот, этот чувак, который сделал Ultima Online. Но ее уже очень долго делают, очень долго нас кормят скриншотами, уже тошнит от этого. Плюс в России появился локализатор данного проекта. Это команда собрана из ребят, которые раньше работали в компании Акела, которая обанкротилась. Не знаю. До 30 августа вы спокойно можете оценить игру лично. Видимо, там сейчас есть бесплатный тест, поэтому можете по ссылочке взойти из новости и это сделать, если вдруг вы захотите. Еще одна игра, контент, который скоро у нас появится, закрытое тестирование по игре Dauntless начинается совсем скоро. Один из ютуберов выложил новое видео, посвященное данной игре. На этот раз в ролике можно увидеть, что многосоставное оружие. Нажав 5 быстрых атак, вы совершите комбо под названием Blade Age. Ну и в общем там раньше описание идет скиллов, которые происходят. Хидео сказал, что в принципе игра интересная и надо бы ее показать. Так что с 18 августа начнется тестирование для обладателей начнется тестирование альфа-версии для обладателей тех, кто купил паки по 80 баксов. Так что будем вам показывать, друзья. Если вдруг вы сами не хотите покупать, но хотите посмотреть, что же в игре интересного, мы вам поможем. Ссылочку на стрим, кажется, я уже скинул и на стрим, на видос это скидывал, но тем не менее еще один отправлю. Далее, что? Лига легенд. Интервью с тренером Тимм, Джаст Альфа, Кристофером Кристенсеном. Ашенвейл у нас сделал интервью, в принципе, я видел только вопросы, ответы не читал, но вопросы достаточно такие интересные, с подковыркой, и если вдруг вы следите за киберспортивной сценой игры Лига Легенда, вам будет интересно, заходите, смотрите. Так, что тут еще один турнир Паладинс на 350 тысяч долларов, Интернешнл, Последняя Надежда Запада или же Китайский Финал, и в онлайн новые патчноуты, давайте ускоряться, а то что-то затянулось у нас. И в онлайн снова, новые патчноуты и в онлайн, Destiny 2, что, 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 игроков ожидает множество ПВЕ-миссий, ну, само собой, да, отличная новость. Так, Rainbow Six, Siege, три новых оперативника и карта. На геймскоме покажут, видимо, три новых оперативников и карта в игре. Rainbow Six, Siege, все, на этом, кажется, новость можно закончить. War Thunder и Сминсон также на выходных показывали в игре War Thunder было тестирование больших кораблей. Гаро играл, поэтому я вам всегда говорю, что подписывайтесь на наш Twitch-канал, чтобы не пропускать стримы интересные по разным играм. Что же еще? Dota 2, Team Liquid стали чемпионами The International 2017. Сколько они взяли бабло с собой? Я вижу, что Virtus.pro увезли домой миллион баксов, Team Empire 615 тысяч. Так. В результате пятерка разделит между собой 10 миллионов 828 тысяч долларов. Пятерка игроков в смысле. Что является самым высоким призом за первое место в истории киберспорта. Правда, справиться с открытием шампанского у ребят не получилось. Мне кажется, у них там руки дрожали, да? я бы даже посмотрел на это. Это долларовые миллионеры сейчас стоят на сцене. Такие, мать вашу, мы выиграем. что вы думаете? Да мать его, я не знаю, мы выиграли. Это, наверное, вообще дико круто. Так, что там, где там, где там шампанское они открывают. мне кажется, чуваки немножко вообще офигевает. Такие, вот вам, вот вам шампанское открывайте. Он такой, как его открывать? Он, чувак, с водой, вообще, самый правильный такой, нет, 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 я, они не знают, как открывать шампанское. Интересно, сколько у чувак омлет? Мне кажется, они же вообще совсем маленький. Реально, они не знают, как открывать шампанское. И что с ним делать? Такие, да пошли вы в жопу со своим шампанским. В общем, понятно все. Кибер, киберспортсмены, они, они мастера мышек, а не до шампанского. В общем, ну, прикольно, ребята выиграли, там, по, по 2 миллиона баксов. Там, еще бы минус налоги, но ты, как бы, все равно, дохерища. 2 миллиона баксов, ты в принципе можешь больше вообще в жизни не работать. Но если они еще там пару лет поиграют, все. Это чтобы мамке можно было говорить, что киберспорт это хрень. Также на выходных у нас что был? Стрим по игре Guild Wars, где можно было бесплатно попробовать дополнение Path of Fire, которое выйдет и будет продаваться, собственно, к данной игре. Запись стрима можно посмотреть у нас в новости. Он уже прошел, новости мы из прошлого читаем. Raid World War 2 выходит уже в сентябре. А почему она? Что это за игра такая интересная? Почему она должна нас беспокоить? Расскажите нам, пожалуйста. Разработчики Payday 2 совсем скоро выпустят новый кооперативный шутер от первого лица Raid World War 2. Игроки могут ожидать от проекта наличия уже знакомых механик и множества интересного контента. Цель в данной игре простая и очевидная. Убивать, саботировать и изничтожать все, на чем или на ком есть свастика. Устроить Гитлеру веселье и украсть его сокровища. В борьбе с нацистами объединяются 4 уникальных персонажа со своими стилями игры. Все они дают друг другу усиление и различные бонусы. Сражения и грабежи будут происходить по всей Европе. Все герои очень хорошо кастомизируются и вы можете выбрать собственно одного из них. У классов есть дерево навыков War Cry настраиваемые униформы и оружие. Ну в общем можно будет включить в игру элементы переодеваний. А, я видел ролик этот. Вот этот ролик я точно смотрел. Хоча! Хоча! Это же вообще советский чувак был. Слушайте, ну когда выходит игра? Посетить такие места как Берлин и пройти множество интересных блаблабла 26 сентября на PlayStation 4 Xbox One игра стартует 10 октября в Северной Америке и 13 октября в Европе. Ну в общем играйте на ПК и будет вам счастье. Ссылочка на Если заменить стол на гладильную доску будет как чай пить ей с фанамасом. Увы. Да. Ладно, тут у нас снова и в онлайн снова стримы Asat, Linesh 2 Classic снова No Man's Sky я про это уже рассказывал. Archeage краткий обзор ремесел для новичков. Кстати, новая новая фишечка наша мы теперь будем делать большие подборки информации гайдов и прочих материалов которые люди у нас пишут на форуме. Собственно в прошлом месяце на прошлой неделе это были гайды по Archeage Guild Wars Lineage проект Warmata Black Warmata Warmata Black Desert Блес даже здесь стало ли лучше нет, не стало Dark and Light и много-много-много различных игр. На самом деле я попросил ребят в принципе это интересный контент чтобы мы его делали в почтовой рассылке потому что возможно многим людям будет интересно и поэтому мы зачем заменить стол на Владимир Досков ну потому что это ванамаз говномаз Lineage 2 Classic система стихий на Корее корейские сервера игры Lineage 2 Classic вместе с обновлением Goddard была добавлена новая система стихий о которой ранее о которой мы решили подробно рассказать при помощи данной функции вы сможете добавлять своим атакам и блоку соответствующие элементы какому блоку непонятно конечно же обратите внимание на то что в российской локализации данное обновление может содержать региональные изменения подробности все прямо с корейского сервера можете посмотреть там почему нет обзоров на Icarus потому что плохие игры мы стараемся не обозревать зачем Icarus уже сфылился на хрена его обозревать друзья ну вот правда так давайте все экспрессом потому что уже что-то у нас что наши партнеры ребята из портала FunPake это там не знаю самый популярный самый известный площадка для продажи и покупки игровой валюты и всего прочего спустя несколько лет работы такие блин у нас же нет логотипа и объявили конкурс о том что кто нарисует к нам логотип к нам логотип который мы выберем получит 15 тысяч рублей и вот такой конкурс не пачкай чат Icarus Аблес не сфейл и Блес сфейлил Блес шляп полная ну ее можно было просто не запускать в России тогда бы не было фейла потому что от нее ну там у нее были проблемы изначально но нет 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 и Icarus собственно по той же причине так что клеймо теперь стоит так вот если вы хотите урвать 15 штук и у вас есть способности к дизайну участвуйте в конкурсе от наших партнеров нарисуйте им логотип они сами придумать не могут также Star Wars Battlefront на Gamescom будут показаны космические войны еду я на Gamescom посмотрю я космические войны приеду вам и расскажу в своем блоге разработчики данного шутера сообщили что на выставке Gamescom 2017 они покажут новый трейлер и проведут стрим посвященный битве звездных ааа стрим только вот лошара прямая трансляция начнется 21 августа собственно вы ее сможете посмотреть у нас на портале игрокам предстоит посмотреть на то как две команды бойцов будут сражаться друг с другом в космических баталиях времен оригинальной трилогии если быть точнее то вы увидите истребители бомбардировщики и корабли героев в действии в общем какой-то такой вартандер в космосе как он назывался Star Conflict финальный финальный трейлер сериала Defenders Защитники это Iron Fist я его знаю я про него что-то смотрел сериал на Netflix уже 18 августа состоится премьера данного сериала Защитники поэтому мы предлагаем вам посмотреть финальный трейлер посвященный этому кроссоверному сериалу кроссоверный сериал блин да что же за названия такие пошли кроссоверный сериал Netflix Marvel вы можете сами посмотреть я звук сейчас выключу потому что мне читать неудобно со звуком у вас в очередной раз будет возможность увидеть сорви голову Джессику Джонс Люка Кейджа Железного Кулака и всевозможных антагонистов а также вы сможете насладиться захватывающими сражениями из данного трейлера ссылку на который я скинул заходите смотрите также разработчики игры PlayerUnknown's Battlegrounds похвастались тем что в их игру люди суммарно наиграли 25815 лет могли бы за это время что-нибудь полезное сделать в общем автоматически винтов было совершено ну короче идет такая обычная статистика инфографика и всего прочего это интересно смотреть это не интересно слушать поэтому я вам просто ссылку скидываю на новость про плеера на Battlegrounds и иду дальше как меня умиляет когда три пацана без масок один в маске при этом без маски он тоже тусуется с ними же еще тупее маскировка Кларкента ну да там очки одел и все норм стрим Black Desert ну это как всегда у нас горо флудит и фармит обзор последних обновлений RPG в разработке номер 6 у нас кстати есть подборка интересных материалов про те игры которые прямо сейчас находятся в разработке и собственно это RPG специально для поклонников данного жанра мы продолжаем нашу регулярную рублику посвященную обновлением интересных RPG проектов которые находятся в рамках активной разработки в этот раз мы расскажем о таких проектах как Westland 3 Pillars of Eternity 2 Divinity Original Sim и Insomnia также там еще будет Pathfinder Kingmaker и Atom RPG прочесть информацию можно по ссылочке которую я скинул в чате заходите смотрите также Strange Brigade получит собственную книгу зачем 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 кооперативный шутер странная бригада в нем вы попадаете в Египет до событий Второй мировой войны где вам и другим игрокам необходимо сражаться с толпами ужасных монстров чтобы бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и вот компания разработчик объявила о том что она собирается выпускать антологию рассказов посвященную этой игре первое произведение получившее название The True History of Strange Brigade ну то есть правдивая история про данных ребят стоит ожидать книгу 11 января следующего года и благодаря ней благодаря книге вы сможете познакомиться с некоторыми героями поближе я предлагаю ребятам выпустить сначала игру а потом уже делать по ней комиксы тем не менее обложку книги можно посмотреть у нас из новости ссылочку я скинул сейчас в чатик заходите смотрите если вам интересно также в игре от Ubisoft School and Bones будут сундуки и микротранзакции в принципе это было ожидаемо поэтому давайте и на эту новость я ссылочку скину это у нас новости уже за понедельник идут идем дальше Fortnite обзор стихийного оружия и врагов как я уже в начале сегодняшнего стрима говорил уже что-то долго у меня уже голос начинает боиться потому что очень долго разговариваю по игре по игре есть интерес у нас аудитории поэтому мы готовим для вас обзоры говнина это лодочная игра эта лодочная игра она странная она похожа на World of Warships я в ней играл блин опять выключился объектив объектив и все в общем это уже это уже последний этап нашего стрима мы ускоренно идем Lowbreakers новый персонаж карты облики в разработке что не поможет данному шутеру потому что онлайн в нем адски малый и это его не спасет Dota 2 Team Secret сменит двух игроков это замечательно Fonor турнир в честь третьего сезона продемонстрировал новые кучу новых проблем с которыми Ubisoft пообещали справиться более подробно про эту информацию указано у нас в новости Guild Wars 2 мы подготовили для вас гайд по маундам в игре Guild Wars 2 в дополнение Path of Fire вы сможете завести себе животное на котором сможете передвигаться и ездить одной из основных новинок данного обновления собственно являются маунты которые будут частью системы мастери по одной ветке мастери на каждого животного на старте вас ждут 4 маунта это Raptor Springer Skimmer и Jackal 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 короче и каждый из них имеет особое умение получить маунт скорее всего будет достаточно просто однако для того чтобы прокачать его и получить все его возможности придется попотеть верховых животных можно будет кастомизировать раскрашивать делать им татуировки и так далее подробности подробности у нас в новости ссылочку я вам уже скинул Друган кролик самый опасный ну да да он такой вообще негодяй а вот это вот этого раздавили почему-то также Dark and Light наравне с Цитаделью одна из игр за которых мы следим и продолжаем готовить гайды собственно новый гайд посвящен системе орошения и фермы если вы не мыслите свою жизнь без грядок если вы любите выращивать кабачки и прочие овощи пожалуйста читайте гайд для вас будет интересен как выжить в данной игре Dauntless снова геймплейное видео посвященное боевому топору в общем будет видимо много видео посвященных различному оружию не буду на нем останавливаться Sony подтвердили участие в Paris Game Week но ну и хрен с ним как бы что в этом такого Warcraft 3 в Азероте что-то происходит а вот это интересно одна из самых популярных стратегий в реальном времени в мире и игра благодаря которой армия поклонников Blizzard только увеличилась и обзавелась собственным тестовым сервером произошло это спустя немалых 15 лет после старта продаж в Warcraft 3 как несложно догадаться стратегия в первую очередь служит для проверки предстоящих патчей проработки баланса и исправления различных ошибок прежде чем обновление попадет на лайв сервера так правки касаются стартового количества ресурсов незначительных декораций бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла в общем что-то там происходит в мире Азерота что-то происходит подробности можете почитать по ссылочке которую я скинул в чате к твича также у нас вчера была новость о том что Леонардо Ди Каприо снимется в фильме про Леонардо да Винчи в честь которого был назван Леонардо Ди Каприо вот такая вот канитель кто будет фильм снимать Леонардо Ди Каприо вот поехали дальше компания намка бандай анонсировала новый проект который называется пока под кодовым названием project 1514 компания выложила 30 секундный тизер трейлер какой-то новой игры с каким-то кодовым названием про которую ничего не известно но суть данного тизера заключается в том что следите за новостями по данному проекту в ролике ничего не показано интересного показаны пейзажи дома еще что-то и в конце на фоне эмблемы видны выстрелы пам-пам-пам-пам-пам ну то есть это видимо какой-то шутан делают ребята может быть они на батлфилд замахнулись непонятно но будем следить смотреть что же хорошего покажут нам нам кабанда я думаю что возможно на выставке gamescom уже на следующей неделе на которую я еду что-нибудь нам расскажут бэтмен тэлтэйл геймс сериес получил обновление размером во всю игру что что бэтмен тэлтэйл геймс сериес а тэлтэйл все понял сразу после выхода второго сезона игры бэтмен первый сезон игры получил достаточно необычное в том числе и по размеру обновление дело в том что сперва игра потребовала загрузить 12 гигабайт а затем еще и 9 сверху что достаточно странно ведь сама игра весом со всеми 5 эпизодами занимает примерно столько же места что еще более странно блин я вот так не могу читать новости которые нескладно написаны господин Ашнвэйл в общем игра получила столько же обновлений сколько весит сама игра тогда вот 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 суть этой новости в Ghost of the Tale появилась новая локация и задание экшн-рпдж Ghost of the Tale рассказывающая о приключениях милого мышонка обзавелось обновлением которое добавило новые квесты и локацию а где мышонок то что на этом рисунке изображено игра находится в раннем доступе разработчики надеются закончить контент до рождества пока неизвестно когда именно состоит релиз проекта однако уже сейчас его можно оценить на ПК и Xbox One шляпка какая-то вот эта новость мне кстати понравилась вчера пришла от компании Xbox One в том в том что в игре за Division появилось собственно бесплатное дополнение и появился новый контент это круто потому что Division уже пару лет наверное да в игре появляется новый контент и игра продолжает жить несмотря на то что она достаточно спорная была на своем старте все друзья у меня горло кончилось League Legend какой-то чувак Хухуй рассказал Хухай Хухай CLG Хухай рассказал о сильных сторонах Aurelion Solo окей ну собственно мини компания Shadow of War опять же я не буду про данную игру рассказывать новый трейлер Лиги Справедливости сериалы наше все ранее версия Лиги Справедливости от Зака Снайдера было невозможно смотреть после того как вокруг после того как вокруг Зака Снайдера и его роли в кинематографической в сериале DC стали сгущаться тучи различные слухи касательно его работы над грядущим картином стали появляться практически каждый день лучше не стало когда Зак привлек режиссера Мстителей к работе над грядущим важнейшим фильмом DC Лига Справедливости но когда Зак был вынужден покинуть кресло режиссера из-за семейной трагедии его дочь покончила жизнь самоубийством а Джоз приступил к пересъемке картины некоторые любители фильмов и вовсе начали паниковать тогда нас заверили что речь идет всего о нескольких сценах которые не сильно повлияют на итоги картины ну так ли это в общем возвращаясь к фильмам фильмам сериалам и игре Middle Earth Shadow of the War Shadow of War я предпочитаю смотреть картины когда они уже готовы смотреть трейлеры ну очень часто так бывает что в трейлерах собирают все самые интересные сцены и потом ты когда приходишь в кино и уже все посмотрел и тебе становится тупо скучно фу друзья час сорок новости за четыре дня у нас закончились что-то вообще какой-то не лучший формат новости за четыре дня читать одному это вообще прям сложно и тяжело на сегодня мы заканчиваем в общем это была большая вторничная болтовня вместе со мной пока Тарас находится там там где нельзя называть и смотрит то что нельзя тоже называть вот всем друзья кто подписался спасибо за подписку запись этого стрима будет выложена на наш ютуб канал live по окончанию собственно увидимся с вами завтра в 10 утра я уже надеюсь что мой голос будет нормально себя чувствовать и зажжем подписывайтесь на наш канал твич ютуб везде ставьте лайки в общем увидимся с вами завтра это был Андрей Сиротин всем пока субтитры Продолжение следует...